Здравствуйте! Сегодня у нас простенький портативный проигрыватель Fidelity HF-42. Проигрыватель производился в Великобритании ориентировочно в 1975 году. По информации британских форумов, это устройство было практически самым дешевым в своем сегменте. Посмотрим, что под крышкой. Проигрыватель имеет три скорости вращения. 33, 45, 78. Последнее положение нейтраль. В этом положении диск не вращается и можно заменить пластинку. Звукосниматель пьезокерамический BSR-X5M. Монофонический. Оборудовано перекидной иглой ST-15. В моем варианте обе стороны иглы предназначены для прослушивания пластинок с микрозаписью. Также в продаже можно купить перекидную иглу для этого звукоснимателя. С одной стороны у которой будет игла для проигрывания пластинок с микрозаписью, а с другой для проигрывания пластинок на 78 оборотах. Я измерил прижимную силу звукоснимателя. Она составила около 7 грамм. Проигрыватель полностью ручной. Вручную устанавливаете тонарную пластинку и вручную снимаете его. Нету никакого автостопа. Насадка для проигрывания пластинок на 45 оборотов встроена прямо в диск. Она фиксируется, поднимается вверх, фиксируется поворотом. И также убирается обратно, поворачивается и прячется. Регулятор громкости совмещен с включателем. Также есть регулятор тембра. Давайте снимем диск и посмотрим, что находится под ним. Под ним находится классический роликовый привод. Двигатель, ролик. А с внутренней стороны этот ролик касается диска. Также посмотрим здесь на табличку, которая бумажная, которая есть на обратной стороне механизма привода. Из нее видно, что проигрыватель был сделан фирмой BSR. И модель этого устройства М100. Хотя может быть и М10С, потому что последняя циферка не очень понятна. Теперь давайте поставим на место диск. Чтобы он сел на ролик. Закроем верхнюю крышку. И перевернем проигрыватель. Я специально заранее отвинтил винты, которые крепят нижнюю крышку, чтобы было удобно открывать ее. На задней крышке есть этикетка с моделью HF42 и серийный номер модели. Также написано, что этот проигрыватель рассчитан на подключение к сети 230-250 вольт с частотой 50 Гц. Открываем заднюю крышку. Значит, внутри мы видим асинхронный двигатель, громкоговоритель и плату усилителя. Простенький усилитель собран на микросхеме TBE820 и обеспечивает выходную мощность 2 Вт. Я почистил и смазал механизм. Это не очень помогло, поскольку проигрыватель работает очень шумно. Но, в общем, для устройств такого класса это является вполне нормальным. А для небольшой вечеринки в небольшой компании, я думаю, что этот проигрыватель является вполне подходящим устройством. В заключении я предлагаю послушать, как работает проигрыватель. Для этого я нашел вот такую замечательную пластиночку, на которой записан вокально-танцевальный квинтет Фарроу Пилья. И мы послушаем самую первую композицию с забавным названием самбо должна иметь Пандейра. Важно отметить, что пластинка была выпущена в 1958 году. Поскольку со времени выпуска прошло более 50 лет, то все фонограммы с этой пластинки находятся в общественном достоянии на территории России. А значит, данная презентация не нарушает ничьих авторских прав. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok